Музыка Уважаемые коллеги, друзья, рад приветствовать вас на московском академическом экономическом форуме 2024 года. Полагаю, не будет преувеличением сказать, что за 6 лет своей работы наш форум стал крупным событием в научной и социально-экономической жизни страны. Зарекомендовал себя как авторитетная, уникальная интеллектуальная площадка, консолидирующая усилия ведущих экспертов и ученых страны. Представителей образовательного сообщества и органов государственной власти для глубокого научного анализа состояния мировой и российской экономики. Выработки идей и предложений, направленных на повышение уровня нашего социально-экономического развития. Как вы знаете, архитектура МАЭФ, начиная с 2022 года, существенно изменилась. Из двухдневного мероприятия, большого, но все-таки двухдневного, форум преобразовался в круглогодичный. В его архитектуру включились специализированные, включены сейчас отраслевые, региональные научные конференции, конгрессы, форумы, работающие по плану, согласованному с программным комитетом и оргкомитетом МАЭФ и под брендом МАЭФ. Однако дело, конечно, не в бренде, а в самой центральной идее МАЭФ – объединении ведущих ученых страны, занимающихся проблемами ее социально-экономического развития, и не только экономистов, но и социологов, философов, правоведов, представителей естественных наук из различных областей знания, ученых различных сфер, собственно, как ученых-теоретиков, так и реализующих практические задачи в сфере экономики под эгидой главного научного центра нашей страны – Российской Академии Наук в целях выработки идей, решений и рекомендаций для формирования перспективной модели российской экономики в условиях глобальной трансформации. В нынешнем юбилейном для Академии Наук году структура МАЭФ достигла не только принципиально нового охвата, размаха пространства научных исследований, но и приобрела, подчеркну, новое качество. Участники форума в преддверии центрального мероприятия МАЭФ, которое мы открываем сегодня, уже провели работу на 110 региональных и 10 специализированных интеллектуальных площадках МАЭФ, которые были сформированы в 61 субъекте Российской Федерации на базе ведущих вузов и научных центров страны и региональных организаций Вольного экономического общества России. Многие из этих форумов, этих конференций являются крупнейшими в своих областях исследований. К примеру, Арктический академический форум, руководителем которого является председатель научного совета РАН по развитию Арктики и Антарктики, академик РАН Алексей Жеременович Гвишани, Московский международный политэкономический конгресс на базе МГУ имени Ломоносова, ректор-академик РАН Виктор Антонович Садовничий, Санкт-Петербургский экономический конгресс на базе Института новоиндустриального развития имени Витте и ряда экономических вузов Санкт-Петербурга, Уральский индустриально-экономический форум и Евразийский экономический молодежный форум, оба на базе Уральского государственного экономического университета, ректор Яков Петрович Силин и многие другие конференции. Из всех научно-практических мероприятий, которые мы сегодня, так сказать, обозначили в этом небольшом моем выступлении, я могу сказать, что очень важные и очень нужные для нашей страны мероприятия. Но в целом каждый человек, который участвует в наших мероприятиях, вносит свой особый вклад в развитие нашей научной парадигмы экономического развития. Сегодня на наших научно-практических мероприятиях, научных конференциях уже выступило 985 специалистов. И вот сегодня, завершая, так сказать, этот годовой цикл МАЭФов, мы открываем в качестве его центрального события двухдневное мероприятие, состоящее, как указано в программе, вы можете это видеть, из ряда разделов, в частности нашей нынешней основной пленарной сессии, 11 параллельных конференций второго дня на площадках крупнейших московских вузов и академических институтов финансового университета при правительстве Российской Федерации, РЭО имени Плеханова, МГИМО, ММО РАН, Института Европы, Российская Академия Наук, ИНИОН РАН и многих других. Замечу, многие из этих мероприятий имеют статус международных. Состоится и ряд презентаций научных достижений российских ученых в сфере общественных наук, круглых столов, тематических семинаров. Завтра, затем, в завершение форума, состоится заключительная пленарная сессия с приглашением руководителей конференций и членов программного ирокомитета МАЭФ, где будут подведены итоги МАЭФ-2024, обсуждены рекомендации ученых по проблемам социально-экономического развития страны и дан старт очередному МАЭФу 2025 года. На этих мероприятиях в течение двух дней также выступят сотни специалистов. Таким образом, в нашем форуме впервые реализуется работа на более чем ста площадках с докладами почти полутора тысяч специалистов, включая крупнейших российских ученых и ряд зарубежных наших коллег, и с тысячами участников, дискутантов и слушателей. Широкий тематический и региональный охват форума позволяет обеспечить масштабную дискуссию, вовлечь в нее ученых, экспертов и специалистов практически всех регионов страны, организуя тем самым мощный, я бы сказал, мозговой штурм для поиска научно обоснованной модели ответов на вызовы времени, опираясь на фундаментальную академическую платформу форума, предложенную его программным комитетом. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность за огромную организационную работу, идейную поддержку, отделению глобальных проблем и международных отношений России с Академией наук, академик Александр Александрович Дынкин, отделению общественных наук Российской Академии наук, академик РАН Тальяя Ировна Хабриева, секции экономики Российской Академии наук, академику РАН Борису Николаевичу Порфирьеву, правлению, аппарату и ведущим региональным организациям Вольного экономического общества России, директор В.О. Маргарита Анатольевна Ратникова, руководителем региональных и специальных мероприятий форума, ректором вузов, главом регионов страны. Особенно, я считаю, необходимо отметить работу в этом направлении губернатора Кемеровской области, теперь уже бывшего, видимо, губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилёва, мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, и губернатору выразить благодарность, губернатору Санкт-Петербурга, губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову, ну и форум, я бы сказал, коллеги, в таких вот масштабах, очевидно, был бы невозможен, на мой взгляд, без деятельного внимания и усилий наших коллег. Ещё раз передаю всем организаторам и спикерам форума благодарность оргкомитета и позвольте Московский академический форум 2024 считать открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok